Всем добрый день! Это программа «Люди и дело». Гость сегодняшнего выпуска Владимир Матвеев, депутат Муниципального совета Сестрорецка. У Владимира два образования – историческое и юридическое, а также многолетнее членство в Союзе журналистов Санкт-Петербурга. И активная жизнь в социальных сетях. Владимир, добрый день! Добрый день! В очередь в школе номер 324 в Сестрорецке. Кто из учителей повлиял на ваше решение поступать на исторический факультет вуза? История как предмет, как наука для меня всегда была очень интересна. Интересно было и узнавать о том, о тех событиях, которые происходили когда-то, о тех великих личностях, которые жили, оказали влияние на развитие народов, стран, цивилизаций. Кроме того, история, историческая наука – это не только наука, описывающая то, что происходило. Это еще и наука о будущем. Почему о будущем? Потому что, зная историю, зная исторические процессы, можно предсказать от и последующих исторических событий. Ну, кто-то, может быть, посчитает это астрологией, но на самом деле это так. Ведь есть знаменитые такие крылатые фразы, что история развивается по спирали. Это, конечно, ну, утрировано сказано, но в то же время это так и есть. И вот этим история для меня и очень интересна тем, что это не статичная наука, а наука динамическая. Но это было ваше личное решение. Вы сами приняли это решение поступать на исторический факультет. Да, это было мое личное решение. Я действительно в те годы, в школьные годы, очень интересовался историей, и это был осознанный выбор. А что привнесло в вашу жизнь преподавание в школе номер 556? Это было начало моей трудовой биографии, трудовой карьеры. Была середина 90-х годов уже, прошлого 20-го столетия. Были очень насыщенные, интересные три года работа в 556-й школе, которая тогда являлась гимназием, тоже с углубленным изучением английского языка. Самое главное, что мне дало общение и с педагогами, с учителями, которые были гораздо старше, опытнее меня. И одновременно с учениками, которые на тот момент были влашены меня не очень намного. То есть я работал в школе уже последней, учась на последних двух курсах университета Герценовского. И, конечно же, это в первую очередь помогло мне понять характер, формы общения с людьми, общения эффективного, общения конструктивного. И вот это я применял и применяю и в дальнейшей своей деятельности, в том числе и в муниципальном совете. Сегодня являюсь депутатом и общаясь с избирателями практически ежедневно. Ну, одно из моих любимых крылатых выражений звучит так – «из двух зол и выбирать нечего». Хотя, на самом деле, в русском варианте из двух зол выбирают меньшее. Но как-то вот лет 15 назад я смотрел программу «Любимую что, где, когда» по Первому каналу, и там был вот один из вопросов как раз связан с этим крылатым выражением. И выяснилось, что в англоязычном аналоге этой поговорки вот такой вот вариант ответа. И я считаю, и на это запомнил, и всегда им руководствуюсь, что если у тебя есть два варианта плохого развития событий, то не пользуйся ни одним из них, а постарайся найти третий хороший. Вы вели активную редакторскую деятельность в курортном районе. Расскажите, пожалуйста, почему именно этим вы решили заняться? Да, у меня и такой опыт был в жизни. Действительно, несколько лет был редактором и выпускал газету «Петербургские идеологии», которая выходила в том числе и в нашем курортном районе. И она также, как и другие районные местные газеты, рассказывала о тех событиях, которые происходили в жизни нашего района, и о тех замечательных людях, которые здесь живут и работают. В то время в районе, ну не только в нашем, это повсеместно, было гораздо больше газет, газет разнообразных, интересных. Это и в курортном городе, который выпускал Вадим Алексеевич Соловьев, ну вот, к сожалению, не ушедший от нас в 2012 году. Это и была газета «По случаю» Екатерина Кириллова, она выходила из Леногорска. Это была газета «Районка», это была газета, которую выпускал Юрий Юрьевич Козырев, наш депутат, она называлась «В нашем городе». С развитием интернета, интернет-технологий, каких-то интернет-сообществ, ВКонтакте, в Телеграме, потребность в печатных изданиях, она очень сильно сократилась у населения, особенно у жителей такого вот молодого возраста и среднего возраста. Сегодня я прекрасно понимаю, что газета «Здравница», которую издает наш муниципальный совет города Сестрорецка, старейшая газета нашего района, первый выпуск которой датирован 5 марта 1937 года, ее тоже читают в основном, конечно, пожилые люди. Сейчас молодежь я не вижу, вот даже в метро или где-то в автобусе, когда в 211-м еду в город по делам, я не вижу уже никого с бумажной газетой в руках, все сидят в телефонах. И сегодня все мы, Юрий Юрьевич и, в общем-то, я тоже стараемся идти много со временем и стараемся работать максимально, возможно, присутствовать в интернете. Сейчас расцвет социальных сетей, и вы там, конечно же, активный пользователь. Скажите, пожалуйста, что в этой сфере вам интереснее больше всего? Интереснее всего – это та скорость, с которой ты можешь реагировать на те или иные импульсы, которые ты видишь в соцсетях. Импульсы могут быть самые разные. Чаще всего это критика. Критика, она бывает двух типов, которые встречаются в соцсетях. Первая критика – обоснованная. В общем-то, человек шел по дороге, увидел яму, сфотографировал на смартфон, выложил вот яму. Бывает критика такая необоснованная и надуманная, когда вот что-то начинают накручивать, накручивать. Ну, часто это такие сообщения являются фейками, и мы это часто достаточно видим. Конечно же, интернет сегодня позволяет решать проблемы людей гораздо быстрее, чем раньше. К примеру, работает система «Инцидент менеджмент», которая отслеживает все любые критические публикации, и реагирование на эти публикации осуществляется в течение часов уже. Не месяца, не дня, а часов. Человек, обратившийся вот таким вот образом через интернет, он получит обоснованный ответ на свое обращение, содержащий конкретные сроки, когда эта проблема будет решена. И вот это, я считаю, это самый большой плюс интернет-общения между жителями, между избирателями и между представителями органов власти. А депутаты тоже относятся к органам власти, к органам публичной власти Российской Федерации. В мире есть множество профессий, которые видны. Мы видим, как скрипач играет, как дворник подметает, как кассир выбивает чек. А редактор – это профессия-невидимка. Читатель уже получает итог в виде текста. Владимир, вам никогда не было обидно, что вашу редакторскую деятельность никто не видит? Говоря о редакторстве, нет, конечно же, не жалею, потому что редактор, по сути дела, он доводит материал до того формата, когда его можно опубликовать. Потому что ведь нам заметки приносят и присылают в совершенно разном виде. Если, скажем, образовательное учреждение, положим, детский сад номер 25, Умка, они уже, вот каждую неделю у них прошло мероприятие, у них прямо как пресс-служба работает. Они тут уже написали статью, прислали фотографии. По большому счету там даже нечего редактировать. А бывает, что-то нам приносят на клочке бумаги, и даже там половину не разобрать, начинаешь додумывать, начинаешь это сам набирать на клавиатуре, и уже набираешь, и тогда вот примерно в голове складывается, а что же там автор вообще хотел сказать, похвалить кого-то или поругать. Ну, это из серии вот письмо в номер. Поэтому редактор в любом издании он нужен. Без редактора издание, оно, периодическое печатное издание или периодическое сетевое издание, оно будет всего лишь каким-то сообществом ВКонтакте, в котором новости вообще никак не модерируются. Вот то, что предлагает, и печатается с ошибками, и чем угодно. Владимир, продолжите, пожалуйста, фразу, когда я начинаю делать уборку в доме. Ой, я начинаю находить какие-то вещи и предметы, которые, по идее, надо давно выбросить, но я вспоминаю их историю и понимаю, что я не смогу это сделать, складу их обратно. Если при мне унижают человека, мне хочется... Защитить его. Самое важное в жизни. На самом деле здоровье. Вот сейчас уже годами я тоже это понимаю. Ни власть, ни деньги не позволят купить здоровье. Это самое главное. Вы прошли вместе с муниципальным советом колоссальный путь. С самого основания. Чернист ли был путь, сложно ли было? В целом я этот путь могу охарактеризовать, назвать одним словом развитие, безусловно, потому что когда первый раз был избран муниципальный совет города Стрелецка первого созыва, это произошло 28 сентября 1997 года, в этом году 26 лет будет. И первый раз собрались депутаты на первое заседание в октябре, а еще в здание администрации, потому что до этого не было муниципального совета. А где собираться? Собирались в зале заседания в 254-м кабинете районной администрации. И депутаты посмотрели друг на друга и просто развели руками, потому что мы даже не понимали, чем мы будем заниматься и чем должны мы заниматься. Потихонечку мы занимались правотворческой работой, подготовили устав муниципального образования, его первая редакция. Это основной документ, по которому и работают органы местного самоуправления муниципального образования. Формировалась нормотворческая база муниципальная, порядки, положения. Потихоньку тоже устаканился перечень вопросов местного значения, который для нас устанавливается законом Санкт-Петербурга. С 99-го года уже пошел такой рост. Пошел рост, во-первых, с точки зрения доходов бюджета. То есть, когда у тебя есть бюджет, ты уже и есть полномочия. Ты можешь этот бюджет правильно формировать и правильно его тратить на какие-то важные цели. Какие это были цели тогда? Благоустройство. Чтобы вы понимали, я как-нибудь хочу для себя найти фотографии, пока не нашел еще пленочные. Я просто ходил в 98-м году, фотографировал дворы сестерорецкие. Не было ни одной скамейки. Ну, я про детские площадки тоже не говорю. Их просто не было от слова совсем. Потому что последние где-то в 89-м году строили, ремонтировали. И потом 10 лет вообще ничего не делалось. То есть, дворы были полностью пустые, все в мусоре. То есть, мусор, контейнеры вывозились тоже абы как. Вот у нас появилась какая-то сумма небольшая. И мы подумали, что на эту сумму в плане благоустройства можно сделать. И решили закупить скамейки. Вот начать скамейки, потому что вообще ничего не было. И мы ходили с депутатами весной, наверное, недели две по всем дворам. И вот выбирали, где мы поставим эти скамейки. Скамейки заказали не простые, а с бетонными плитами, чтобы их не украли и не увезли куда-нибудь. И каждому депутату досталось по 12 скамеек. Вот каждый депутат, а тогда округа были одномандатные, каждый депутат выбрал, куда ему эти скамейки установить. Самое удивительное, что иногда это уже как бы они совсем старые, такой амхронизм, но кое-где я их вижу во дворах. Потом потихоньку был рост, рост, повторяю еще раз, рост бюджетных доходов. Нам передавали под эти доходы дополнительные полномочия какие-то. Мы смогли уже устанавливать не только скамейки, а делать первые детские площадки, которые тоже были еще простые, достаточно без прорезинного покрытия, как сейчас делают. Абсолютно не такие, как улица Мосина, наша новая зона отдыха, которая это уже еще, наверное, более новый уровень, по сравнению даже с тем, что было 5 лет назад. Поэтому рост и развитие, и очень приятно, что мы не избавляем темпов работы. Я думаю, что эта работа, она будет многоплановая, большая, она будет продолжаться и в дальнейшем. И очень надеюсь, что жители, как и в прежние годы, как и сегодня, будут в этой работе тоже принимать участие. Потому что все мы делаем только советуясь с нашими жителями, с нашими избирателями. И также те проекты благоустройства, которые реализуются местной администрацией, они все проходят через общественное обсуждение. Вот в этом прямо зале мы приглашаем, мы публикуем объявления в сети интернет, в газете «Здравница». И приходят жители, приезжают проектировщики будущих детских спортивных площадок, зон отдыха. И идет обсуждение, иногда идут споры, иногда жители что-то предлагают, то, что проектировщики говорят, нет, вот это невозможно, потому что здесь идет, скажем, труба под этой территорией, мы там не можем это приобрести. Ну, то есть бывает наоборот, когда жители действительно, у нас я не буду адрес называть, он не реализован, вроде как, на следующий год. Но все, все вот пришли проектировщики, показали картинки, рассказали, и все говорят, ну, это же хуже, чем там есть сейчас. Ну, вот спорили, спорили, все, они переделали, теперь нормально, теперь всех устраивает, в том числе и депутатов тоже. Какие громкие и масштабные праздники нас ждут в августе? Накануне, по традиции, 30 августа, мы откроем несколько новых объектов благоустройства, я надеюсь, что они понравятся жителям. А 31 августа пройдут праздничные мероприятия, мы сейчас к ним готовимся, жители его очень ждут. Обязательно об этом празднике чуть позже расскажем в новостных программах вашего телеканала «Залив ТВ». Владимир, от себя лично хочу сказать большое спасибо за проделанную колоссальную работу. После нашего интервью выйду, конечно, буду искать бетонные скамейки, потому что вы меня заинтриговали. Вам большое спасибо за эту беседу, за то, что уделили нам время. Старайтесь, пожалуйста, побольше уделять время себе, отдыхать и гулять по нашим красотам курортного района. Благодарю вас. Спасибо большое. Я благодарю телеканал «Залив ТВ» за то большое внимание, которое журналисты вашего канала оказывают работе в органах местного самоуправления нашего города Сестрорецка. Большое вам спасибо.